Подруги, привет и добро пожаловать на мой канал! Сегодня у нас с вами очень интересный выпуск. У нас несколько важных задач, которые нужно обсудить. Первое. Отчет беременности с 16 по 19 неделю. Буду рассказывать, как же мои дела, как я прожила эти недели и что у нас нового в моей беременности. Второе. Нам нужно обсудить имя будущего малыша. Мы пройдемся по списку, который мы с мужем на прошлой неделе составили. Я прочитала все ваши комментарии и добавила в этот список самые интересные ваши предложения. И, конечно, сегодня мы должны будем некоторые имена из этого списка вычеркнуть, поскольку каждую неделю мы этот список будем изменять, мы будем вычеркивать имена. Ну и, конечно же, это не означает, что мы не можем их добавлять. Это обязательно мы будем делать, поскольку времени еще много, и, конечно же, новые имена не могут появиться. Но главная наша задача ближе к родам малыша оставить как максимум два имени, лидирующих два имени, из которых мы с Арсом выберем имя нашего малыша. И последнее. Мы с вами сегодня попробуем воспользоваться моим доплером. Это фитальный доплер, который я купила уже несколько недель назад. В инструкции сказано, что им можно пользоваться, начиная уже с 12 недели, и он должен поймать сердцебиение малыша. Но у меня никак не получалось сердцебиение, он не слышал. Сейчас у нас получается 19 неделя, и я очень надеюсь, что наконец-то получится поймать сердцебиение. Ну и, может быть, сегодня вместе с вами мы его услышим. Ладно, поехали с нашим отчетом беременности. Я, как обычно, сделала пометки. Значит, что у нас на 16 неделе? Самый большой вопрос первое шевеление ребенка. Известный факт, что во вторую беременность возможно шевеление ребенка почувствовать раньше, чем в первую. В первую я, если не ошибаюсь, я почувствовала шевеление где-то в районе 19-20 недели. В этот раз мне показалось, что первое какое-то легкое шевеление, оно произошло уже на 16 неделе. Но я решила не придавать особого внимания этому моменту, поскольку нет никакой уверенности, что это действительно было шевеление малыша. Сейчас у нас уже 19 неделя, подходит она к концу. Через пару дней буквально начнется 20-е. И до сих пор я не могу сказать, что я на 100% почувствовала шевеление малыша. На УЗИ, естественно, неоднократно я наблюдала за шевелением малыша. Он очень-очень активный, сердечко бьется также очень активно, все хорошо. Но шевеления, которые видны на экране УЗИ, к сожалению, я так до сих пор не почувствовала. Несмотря на то, что вот прям сильно надеялась, что действительно во вторую беременность я почувствовала шевеление раньше. Но ничего, еще парочку недель терпеливо буду ждать. И я надеюсь, что вот первые такие отчетливые, точные шевеления, которые нельзя перепутать. Ни с там, я не знаю, с кишечными какими-то историями, ни с прочими другими процессами организма невозможно. И я точно вам с мамку дать отчет о том, что все, мы первые шевеления почувствовали. И теперь уже я могу отслеживать активности малыша, ну как минимум несколько раз в день по его движениям у меня в животе. Кстати, что касается Рэма, на этих неделях мы впервые начали ему рассказывать о том, что у мамы в животе маленький ребеночек. Я думаю, что он, конечно же, не понимает всего процесса, естественно, и что особо мы имеем в виду. Но как раз-таки на последних, наверное, неделях и несколько, пару дней особенно он как-то очень бережно относится к маме на животу. Во-первых, он видит, что этот живот стал больше, чем обычно. Когда он к нему подходит или, не знаю, прыгает вокруг меня или носится, или пытается на меня забраться, я ему всегда говорю, что нужно с животиком очень бережно, что там маленький малыш, что через пупочек он может слышать своего старшего братика. И особенно я приглашаю его животик погладить или поцеловать. И он как-то очень нежно, трепетно на него ложится, прикладывает щечку. Ну и, в общем, вот именно в последние дни я заметила, что он стал каким-то таким более бережным с моим животом и как-то к нему относится по-особенному. Поэтому есть подозрения, что может быть. Как раз-таки слово «малыш» и наши объяснения, они для него как-то, наверное, ну вот где-то в сознании откликаются, и он начинает, возможно, понимать, что у мамы в животике маленький ребеночек. И как раз-таки в связи с растущим животом, это последние недели, когда я с большим удовольствием наслаждаюсь тем, что я еще могу лежать на животе и могу лежать на спине. Известный факт, что после 20 недели следует избегать сна на животе либо на спине. На животе просто потому, что в связи с тем, что растет живот и маме становится сильно неудобно спать на животе. Что касается спины, также после 20 недели не рекомендуется спать на спине, поскольку вес и самого живота, и матки, и ребеночка, он начинает давить на сосуд, большой сосуд в спине, который как раз-таки и доставляет воздух к ребенку, к плаценте. И, следовательно, если мама продолжительное время спит или лежит на спине, этот сосуд передавливается, и поступление кислорода, оно нарушается, что может быть опасным, естественно, для малыша. Слава богу, что природа, она сильно умная и все предусмотрела. И перед тем, как ребенку станет плохо от нехватки кислорода, плохо станет мама. И мама точно будет знать о том, что нужно поменять позицию. И ночью, на самом деле, если беременная женщина просыпается на спине, паниковать абсолютно не нужно. Нужно просто повернуться на бок и продолжить свой ночной сон. И, на самом деле, этот факт, что женщина проснулась, уже является хорошим признаком того, что все-таки природа, организм, они сами регулируют все процессы, сами следят за тем, чтобы все было в норме. И, конечно же, женщина пробуждается в случае, если что-то не так. Что касается симптомов, которые помимо пробуждения ночного, когда женщина беременная лежит на спине, какие еще могут быть? То есть это головокружение, это нехватка воздуха, это, я не знаю, плохое самочувствие. И в целом, вот состояние, как будто у тебя такое сильное недомогание, и ты чувствуешь себя дурно. И, конечно же, нужно обратить внимание на позу, в которой женщина спит. Что касается позиции на правом, либо на левом боку, тоже есть информация о том, что лучше спать на левом боку, поскольку жизненно важные органы, которые отвечают за правильное пищеварение и прочие процессы, они находятся больше с правой стороны. Поэтому лучше беременности лежать на левом боку. Все это, конечно же, с каждой недели становится все тяжелее и тяжелее. И вспоминая то, насколько тяжко становилось спать как раз-таки к концу беременности, я сейчас с огромнейшим удовольствием, пока еще обнимаю свою большую подушку для беременности, вот эту подкову, которая во весь рост, я вот пока еще так полу-лежа на животе и немного лежа на спине, действительно наслаждаюсь этими позами, поскольку знаю, что очень скоро все, лопа в моей жизни закончится. Если говорить о весе, последний мой визит к гинекологу как раз-таки на этой неделе, он был сильно позитивный. Моя доктор меня похвалила и сказала, что я большой молодец, если говорить о прибавке в весе. Сейчас на 19-й неделе своей беременности я прибавила всего 1 килограмм. И это на самом деле радует меня больше всего остального. Вы задавали в комментариях вопросы, а как же у меня было с прибавкой в прошлую беременность, когда я набрала 30 килограмм. Потому что некоторые мои подруги в комментариях мне пишут, то ты подожди, второй, третий триместр начнется, и вот тогда ты начнешь прибавлять. На самом деле, не моя история, в прошлую беременность я стала набирать уже, мне кажется, с какой-то недели 5-й, 7-й, когда как раз-таки наступила тошнота, когда я ее пыталась побороть при помощи столеных крекеров и печенья. Потом меня просто трясло от того, как мне хотелось всего мучного, жареного, бургер, пиццы, пасты, вот это вот все. И я, в общем, уплетала это с огромным-огромным удовольствием. Плюс ко всему большое количество сладкого. И в целом, я действительно ела очень много в прошлой беременности. И могу спокойно сказать, что не то, чтобы меня там гормоны разнесли и так далее, но я действительно поправилась так сильно от того, что я много ела. Частично много ела, чтобы помочь себе справиться с тошнотой. И бывали моменты, особенно в первом триместре, когда вот в секунду наступает просто трясучка, у тебя нет сил, у тебя слабости, ты вот готова просто упасть на землю того, насколько тебе плохо. И тогда, конечно же, помогала еда. В эту беременность все намного-намного легче. И вот такого ужасного жора у меня нет. В связи, наверное, с тем, что все-таки вес я не набираю, я, конечно, подрасслабилась в последнюю неделю. И я уже позволила себе и мороженое, и какие-то шоколадки, и M&M в моей жизни снова появился. И буквально пару дней назад, позор-позорище, я дала себе сильно слабину и заказала себе на доставку мороженое Snickers. Это мороженое я просто обожаю. Знаете, вот маленькие батончики, небольшое, которое на палочке, а вот именно батончики. И я заказала себе мороженое, пять штук. И такая, положила ребенка спать, значит, у меня обеденный перерыв. И думаю, так, пойду-ка я вместо обеда поем мороженое. Подхожу к морозилке, достаю две штуки. И такая стою и думаю, так кого я обманываю? Я же прекрасно понимаю, что за третьими сюда вернусь. Возьму-ка я сразу три, чтобы лишний раз не ходить. И, в общем, буду наслаждаться жизнью. По итогу я съела все пять. Вот прям разом. Это был мой обед из пяти Snickers. И тут я поняла, так, мать, встала ты на очень тонкий лед. Надо как-то себя контролировать и, наверное, все-таки останавливаться. И не начинать даже вот этот адский шор. И не увлекаться сладким. Что еще у меня новенького? С точки зрения моей еды, мне очень-очень-очень хочется сэндвичей. Ну вот именно круассанов, которые не сладкие, а вот именно с сыром, ветчиной, например, помидорами, огурчиком, салатиком, сыром и так далее. В общем, это для меня прям вот все. Я как-то, опять же, сделала ошибку, наверное, и зашла в Shell. Это было, мне кажется, дело утром. Я не успела позавтракать и понимала, что мне нужно что-то перекусить. И в Shell я купила, вот у них этот Дели одел. И я купила там, смотрите, котенок. Ты что там, бэбика ищешь у себя? Ну, знает, что надо делать Доплером. Короче, я зашла в Shell и купила их круассан с ветчиной и вот прочими прелестями внутри этого сэндвича. И все, после этого меня накрыло. И я уже вот которую неделю, ну вот пару раз, наверное, за неделю, я эти круассаны сэндвичи покупаю и на завтрак себе позволяю с кофе съесть именно этот круассан. Но, опять же, баба, я понимаю, что мне нужно тормозиться, нужно себя контролировать. Если в какой-то день я позволила себе больше, чем обычно, все равно нужно останавливаться. И позитивный момент в этом случае, наверное, то, что если я съем, например, вот как в тот злосчастный день 5 сникерсов на обед, то я вечером уже перекушу только, не знаю, либо каким-то салатом, либо фруктиком, либо, наоборот, просто кусочком курицы, то есть белком. И особо вечером уже перед сном не ем, пытаюсь пить воду, жидкости, ну и, в общем, как-то компенсировать вот этот вот праздник жизни. И не наедаться. Так, товарищ, вот тут доплер, сам понимаешь, уже и так как бы маму не радует. Мне нужно, чтобы он остался жив. И мы с тобой слушали сердечко твоего братика. На этих неделях у меня стали западать уши. Просто ужасно. Я все время хожу с открытым ртом и постоянно пытаюсь эти уши открыть. У меня все время они западают. И это прям ужасное ощущение. Я помню, в прошлой беременности было ровно то же самое. Прям мешает жуть. Что касается моих дерматитов, удивительным образом дерматит стал лучше. То есть все равно еще чешутся руки. Но, в общем, и в целом ситуация стала намного-намного легче. Я понимаю, что может быть вот это обострение беременности первого триместра. И начало второго оно может быть как-то вот спадает. Кто смотрит мой канал, вы знаете, что на прошлой, по-моему, неделе у меня случилась первая такая серьезная бытовая травма. Я очень сильно порезала палец. То есть действительно глубоко. Приехал Аркс. Очень сильное кровотечение. И сказал, надо зашивать. Попробовали мы все это дело зашить. Но, опять же, особенность моего организма заключается в том, что я очень плохо переношу швы и в целом раны. То есть они у меня воспаляются, швы могут выйти и так далее. Что как раз-таки случилось с этим пальцем. Я думаю, что в особенности из-за того, что активно я провожу время с ребенком, мне все-таки трудно оставить эту руку неподвижной. Мы хирургическим клеем все это заклеили. Делали перевязки. Ну и, в общем, сейчас, слава богу, эта рана заживает и все будет налаживаться. Я, конечно, больше всего переживала за то, чтобы не появилось никакое воспаление, никакая инфекция. И мне не пришлось беременность еще и этим заниматься, антибиотики пить и так далее, и так далее. Я, конечно, когда порезала руку, испугалась так не на шутку. А порезала я ее просто таким образом, что я держала вот так вот авокадо и пыталась ножом вынуть косточку. Оно же прошел сквозь косточку, сквозь авокадо и вот прям между двумя пальцами и все. В общем, дело было сделано. Также в последние недели я перешла на Элевит 2. То есть те девочки, которые меня часто спрашивают, какие витамины я пью, для вас это будет полезная информация. Мне очень хорошо подошли витамины Элевит. То есть в начале беременности, еще до беременности, за несколько месяцев я начала пить Принаталь. То есть это первый этап этих витаминов. Сейчас во второй триместр я начала пить Элевит 2. Витамины для второго, третьего триместра. То есть там меняется немного состав этих витаминов. Поскольку развитие малыша требует изменений как раз-таки в количестве разных витаминов, если фолиевая кислота, например, была очень важна в первый триместр, то сейчас это больше кальций, все, что связано с ростом малыша, для того, чтобы поддерживать его рост. И чтобы ресурсы мамы постоянно пополнялись, чтобы не сыпали зубы, кости, суставы и так далее, и так далее. В общем, все эти витамины, они содержатся в Элевит 2. И потом уже, когда малыш родится, уже будет кормление, там третий этап, Элевит 3, который будет помогать в процессе также грудного вскармливания и послеродовом периоде. И с последнего, наверное, у меня очень-очень сухая кожа в этих неделях. И причем не только на лице. Лицо у меня было сухое, шелушилось с самого первого дня моей беременности. Сейчас кожа сухая вот по всему телу. И тут спасает меня Рэм, потому что я у него, так, без спроса, одолжила его уход. Это лосьон для тела Мустелла. Вот этот лосьон, Hydro Baby называется, или Hydro Baby по-русски. В общем, этой линейкой мы пользуемся с рождения Рэма и по сей день. И теперь он спасает не только ребенка, но и меня. Обожаю Мустеллу в целом. Она нам очень-очень круто подошла и сильно-сильно увлажняет. Поэтому в моменты, когда уж совсем не мы готовы, я у него немного этот крем подтаскиваю и пользуюсь им после душа. Еще чем пользуюсь, это кокосовое масло и масло ши. Это просто чистейшее масло, которое я наношу на свою кожу и все. Больше ничем, на самом деле, я не пользуюсь. И эти как раз-таки три средства, они для моей кожи очень даже хорошо подходят и очень хорошо ее увлажняют. Что касается растяжек на животе, я знаю, что многие мамочки пользуются специальными средствами, которые помогают от растяжек и так далее. Я на самом деле не пользовалась этими специальными средствами ни в первую беременность, ни сейчас. Просто потому что у меня с ними все не так плохо. Какие-то растяжки на ногах и на животе немного по бокам есть, но недраматичные. Я когда в целом не очень сильно против. Знаю, что по большому счету наличие растяжек определяется генетически. И в целом, маш не маш, наверное, драматично мы ситуацию не изменим, если эти растяжки есть. И особыми средствами пока не пользуюсь. Но посмотрим, как дела пойдут дальше по мере роста моего живота. Поскольку известно, что каждая беременность отличается от предыдущей, и ты никогда не знаешь, как твой организм себя поведет. Но, может быть, и в этой беременности придется пользоваться какими-то средствами. Если такая ситуация случится, буду, конечно же, вам докладывать. Ну что ж, это все самые главные симптомы беременности этих недель. Пришло время нам с вами заняться именами. Значит, кто смотрел предыдущий выпуск, вы знаете, что у нас для малыша образовался список из 8 имен. И эти имена Марсель, Роман, Орен, Грант, Рейд, Эдвард, Итан и Эрик. И я, конечно же, читала ваши комментарии и отмечала для себя, какие, по вашему мнению, самые классные и популярные имена. И в этом случае это имена Марсель, Роман, Орен и Итан. Что мне очень понравилось? Во-первых, Марсель, он как бы популярный еще с первой беременности, потому что Марсель был одним из последних двух имен, которые мы рассматривали для Рема. Конечно же, очевидно, что в этом случае выиграло имя Рем, и мы назвали именно так нашего малыша. Марсель остался нам в список для второго ребенка. И тут очень круто, что, так как моего мужа зовут Арсель, то все отмечают, что это Арс и Марс, и как-то очень созвучно звучит. И в целом имя очень-очень красивое. Потом, также очень популярным среди вас имя Роман, оно очень многим нравится. И что для меня удивительно, это имя Орен. И мне очень понравилось, что многие из вас отметили, что его можно называть уменьшительно, ласкательно Ренни. То есть, если Рема мы называем Ренни, то Ореном можно было бы назвать Ренни. И это так прикольно, Реми и Ренни. И еще одно очень популярное имя среди вас, которое вам понравилось из нашего списка. Это имя предложила моя мама, это имя Итан. Итан, оно стало неожиданно очень популярным. И на самом деле, чем больше я от вас слышу комплименты в адрес этого имени, я как-то больше и больше к нему проникаюсь. Оно мне очень нравится. Ну, Эрик, она тоже популярна. Из тех, которые предложили вы, и которые мы с Арсом в этот раз добавили в список, это имена Сэм. Поскольку Сэм и Рем, они созвучны, и многим этот вариант тоже понравился. Похоже, на Итана вы предложили Эван. Его мы тоже добавили. И еще такие имена, как Ролан. Я как-то не рассматривала это имя, но оно мне очень понравилось. И несколько подруг в комментариях также его предлагали. Арон. Его мы рассматривали в прошлый раз. Это имя, оно очень такое красивое. И также вы предложили Роберт и Альберт. То есть, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Еще шесть имен мы от вас добавили. И удалили из нашего списка одно имя. Это имя Рейд. Мне лично оно безумно, безумно нравится. И я бы на самом деле не прочь назвать ребенка Рейдом. Но один комментарий от вас, который меня просто безумно повеселил. Одна подруга написала, что имя Рейд напоминает полицейские Рейды с бобиками и хулиганами. И я как-то вот прочитала этот комментарий. Я просто смеялась и покатала. Мне кажется, еще очень долго. Ну, в общем, мне хочется, чтобы имя ребенка ассоциировалось с бобиками и хулиганами. Хотя Рейд, оно такое очень... Ну, не знаю, мне оно нравится. Оно в целом у меня ассоциируется еще с Унесенной ветром. Там был Ред Батлер, главный герой. То есть, у него имя было Ред Стэк в конце. Но, тем не менее, Рейда мы из списка на сегодня удаляем. И также мы из ваших рекомендаций не добавили Давид, Марк, Тео, Адам и Ян. Почему не добавили? Потому что, во-первых, Марк это имя друга Рэма и крестника Арсена. То есть, это вот прям в нашем близком-близком кругу общения. Его папа Давид. То есть, мы тоже решили не использовать это имя. Тео и Адам это имена моих племянников. Повторяться мы не хотим. И Ян мы тоже не рассматриваем, потому что моя подружка Лэла, которая тоже сейчас беременна, она как раз-таки рассматривает это имя для своего малыша. Но пока, естественно, они не определились. Но, в общем, не хотелось бы дублироваться. Поэтому в нашем списке у нас с вами остаются Марсель, Роман, Орен, Грант, Эдвард, Итан, Эрик, Сэм, Ролан, Аарон, Роберт, Альберт и Эван. Это все имена, которые мы в последующей неделе с вами будем разбирать. И будем потихонечку убавлять этот список, эти имена, некоторые из них удалять. И, надеюсь, придем к самому-самому любимому, единственному тому, которые вот прям наши. Да? Котенок, как ты думаешь? Котенок согласен. Ну что ж, подружки, а есть последнее, что нам сегодня еще предстоит, это попробовать послушать сердечко малыша. Надеюсь, что, наконец-то, мы его сегодня с вами услышим. Скажи пока! Пока, подружки! Мы с котенком с вами прощаемся, желаем вам доброго дня и увидимся с вами в нашем следующем видеоролике. Ну а сейчас пошли слушать маленькое сердечко. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok